МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу персональный акцент. Уйти на пенсию и выжить в сегодняшней Молдове, где практически каждый третий гражданин-пенсионер, это непросто. Почти у 30% населения доходы меньше тысячи леев. Стоимость минимальной потребительской корзины, согласно данным 2016 года, а других данных просто нет, 1799 леев. Всего 37% молдавских граждан получают доход выше этой суммы. Мы медленно скатываемся в категорию стран, в которых население не выживает, а истребляется. В чем главные причины этой ситуации и как остановить отток трудоспособного населения? Поговорим с депутатом парламента, членом парламентской комиссии по здравоохранению, семье, труду и социальной защите. Владимир Односталко. Здравствуйте! Добрый день! 16 декабря, если я не ошибаюсь, 2016 года парламентское большинство в Волгове с Демократической партией достаточно оживленно и единогласно проголосовали за проект реформы пенсионной системы. И тогда было много обещано. То есть в этом предложении правительства было включено целый ряд ноу-хау в виде недемократов. Например, право работающих пенсионеров на пересчет пенсии, валоризации пенсии, возможность выхода на пенсию досрочно, справедливое соотношение размера минимальной потребительской корзины и минимальной пенсии. То есть то, что в общем-то часто... Вы смотрите, у нас сегодня пенсии гораздо больше, мне кажется, которые ниже тысячи леев. Удаление неравенства... У нас сейчас с вами нет пенсии. У нас с вами нет, но я имею в виду среднестатистического молдавского пенсионера. Удаление неравенства и в начислении пенсии судям, прокурорам, министрам и так далее, с одной стороны, и врачам, учителям, работникам сельскохозяйственной сферы, с другой стороны. Вот удалось перейти от слов к делу молдавскому правительству, исходя из того, что, смотрите, какой старт был взят в деле реформы пенсионной системы. Давайте все-таки вернемся к тому, что я всегда говорил и буду говорить о том, что повышение пенсионного возраста это не пенсионная реформа. Это спасение на какое-то количество лет сложного состояния кассы соцстрахования. Мы все знаем, что на сегодняшний день доходы якобы пока растут, но это процесс сложный, но при этом количество пенсионеров растет еще быстрее ежегодно, количество инвалидов растет быстрее. Социальные выплаты увеличиваются не в размерах, а в количествах, потому что больше людей нуждается в этом. Это естественный процесс в бедной стране. И назвать то, что происходит реформа, нельзя. Спасали Фонд социального страхования, спасали правительство, спасали себя в надежде на то, что что-то получится, в надежде, что количество пенсионеров за счет увеличения возраста удастся снизить каким-либо образом и таким образом решить проблему. Подняли пенсионный возраст одинаковый для мужчин и для женщин. Декларировали о том, очень правильно сказали о том, что есть бывшие судьи, прокуроры, привилегионные пенсионеры, будем так говорить. И говорили о том, что их пенсия будет близка к пенсии рядового гражданина. Что получилось в итоге? В итоге мы видим, что индексация, если взять только индексацию, а это никак не повышение, пенсии простым гражданам была на уровне 6 и 8 процентов. Если мы в абсолютных деньгах, от 50 лет, хотя вот я сейчас скажу от 50 лет, после этого зрители будут говорить, откуда у меня было 40, у меня было 30. Да, но так и есть, бывают и такие цифры. До 100-120 леев в зависимости от пенсии рядового гражданина. Что касается судей, мы знаем, полторы тысячи лев, 1700 лев, это просто индексация. А вот если напомнить, какие пенсии у сегодняшних судей? У сегодняшних судей пенсии больше 10 тысяч леев. У многих судей на сегодняшний день более 15 тысяч леев. А по закону... У сегодня даже зарплаты таких, в общем-то, даже в реальном секторе экономики не у каждого можно найти. Ну, средняя зарплата 5800 леев на сегодняшний день. У них пенсии высокие. Ну, допустим, судебная система должна быть независимой, нужно поощрять судей. Но с другой стороны вопрос, а что сделает судья такого, что не делает педагог, который в начальных классах учит наших детей. Либо доктор, который спасает нас от болезней. Либо тот же пожарный, который, когда он приезжает, и его помощь остро нужна. Никто не спрашивает. Рискуя жизнью, конечно. Он спасает имущество и жизни людей. То есть здесь вопрос не в том, чтобы уделять кого-то, чтобы говорить о том, что, ребята, мы вам не будем выплачивать, вы не заслужили. Нет, ну давайте посмотрим на других пенсионеров. А их все-таки большое количество. И когда мы говорим о средней пенсии, да, у нас премьер любит говорить и министр, и бывший, и предыдущий, нынешний, они так быстро меняются, сложно указывать, какой из них какой есть. Говорят о том, что у нас средняя пенсия 1400 леев. Немножко больше, чем 1400 леев. Ну, во-первых, это средняя пенсия. Средняя пенсия формируется из пенсии бывшего работника сельского хозяйства, работника культуры, соцассистента, педагога, врача. Но и также те, кто получал заработные платы высокие, это депутаты, это министры, это госслужащие. Не все, но госслужащие. Это те же прокуроры, те же судьи. И поэтому, знаете, как в той поговорке, в конце концов, мы оба упитаны. Я извиняюсь, но вот так вот, к сожалению, как говорится в народе, мы имеем такую ситуацию. И что делать в этой ситуации? Еще в 2016 году, в декабре месяце, мы дружно об этом говорили все оппозиционные фракции на тот момент в парламенте, надо быть честным о том, что это не реформа, о том, что это не решение вопросов, о том, что не принесут эти действия ничего, кроме популизма. В конце мы увидели, что такая же ситуация уже по результату. Год прошел. Было введено такое понятие, как валоризация. Сначала никто не понимал, что это такое. В конце концов, было это увеличение, увеличение на какую-то сумму определенным категориям пенсионеров. В 2001-2009 год тогда заявили, что будут они увеличены, эти пенсии, что люди почувствуют реальный финансовый приход, что это отразится на их благосостоянии, и станут они жить лучше. Как минимум к осени. К осени мы видели, что ситуация также не изменяется. Наоборот, рост продуктов, рост цен на продукты питания, рост коммунальных платежей, те же, если мы возьмем село, те же дрова, уголь, это все нужно покупать, это все стоит денег, и это нужно покупать здесь, а не через полгода, когда там правительство что-то сделает. Результата по этому поводу не было. Не было по нескольким причинам. Во-первых, бюджет социального страхования, он принимается один раз в год. И та сумма, которая была в нем, она не отражала тех увеличений, о которых говорила правительство. Все мы помним, Филипп говорил о 40% увеличении пенсии. То есть, если человек получает 1000 леев, ему будут платить 1400 леев. Но такого же не было. Такого же не было. Получается очередной популизм. Хуже, я думаю. Помещать не и не выполнить. Это не просто популизм, это очередная надежда, которую подарили людям, которую заставили их верить. А в конце концов ничего не получилось. Просто нас можно обвинять во всем, чем угодно. Но когда ты выходишь на улицу и когда спрашиваешь, что ты доволен своей пенсией или какая она, и очень многие пенсионеры не говорят об этом, не говорят, что им стыдно, потому что он работал учителем 35 лет и в конце он имеет пенсию 1200 леев в лучшем случае. Это страшно, что происходит. Да, мы понимаем. Но не секрет, что количество пенсионеров растет. Если, допустим, в том же 2016 году было где-то порядка 680 тысяч, то уже в 2017 году уже 710 тысяч, а в 2018 там 716-717 тысяч, в общем-то увеличение, количество пенсионеров есть. И в то же время мы не видим увеличения работающих, мы не видим роста рабочих мест, возможности зарабатывать на эту пенсию, пополнять и к социальному страхованию. И понятно, что правительство ищет выходы за счет того, что увеличить пенсионный возраст, если не ошибаюсь, 63 года сейчас возраста для мужчин и женщин, 62 года для выхода на пенсию. И здесь это при том, что в нашей стране средняя продолжительность жизни равняется порядка 67 годам. То есть получается в 63 года выйти на пенсию и попользоваться этими благами пенсионного возраста. Это средний возраст. Мы должны понимать, что это средний возраст. Люди 50-60. Ну как с средними зарплатами. Кто-то получает больше, кто-то меньше. Я только понимаю, что у нас с такими пенсиями долгожители только судьи. Финансисты. Вот как-то рассматривается в куларах парламента или может быть в недрах правительства варианты поиска других путей выхода из этой ситуации. Потому что если так дальше будет развиваться динамика, у нас практически, мы это наблюдаем ежедневно, где-то порядка 150 или сколько-то человек уезжает, покидает навсегда Молдову. А это не пенсионеры. Это люди, способные работать, приносить пользу обществу. И вот мы превращаемся в страну пенсионеров, которым помочь государство в общем-то не сможет в ближайшее время без какой-то посторонней помощи. А проедать постоянно постороннюю помощь, а рассчитываться чем? Потом территории. То есть это, мне кажется, такая порочная практика. И хотелось бы, ну не знаю, давайте подарим надежду пенсионерам. Или во всяком случае может быть какой-то ориентир, чтобы что-то происходит на парламентских площадках, что-то, ну не знаю, что будет предложено правительству в качестве рассмотрения какого-то экономического проекта по выходу из ситуации? Вы знаете, платить территории, это, к сожалению, уже, наверное, не шутка, потому что мы помним договор консессии 40% территории на юге Молдовы. И никто из нас не знает, что пообещали, что взамен еще будем платить мы и наши дети взамен того, что вот дали территорию Республики Молдова. Дальше. Что касается вопроса пенсионной системы и улучшения ее. Понятно, что любое правительство, любой депутат хочет улучшить эту область, хочет, чтобы она работала. Но давайте начнем с учета и контроля. Количество человек, количество юридических лиц, предприятий, которые выплачивают деньги в кассу медстрахования, в кассу социального страхования. Мы знаем, что когда мы платим в эти два фонда, любой из нас выплачивает деньги. Количество учета налогоплательщиков разное. Там большой хаос. В налоговой службе это одно количество. Значит, в медслужбе, в медицинской кассе это другое количество. Касса сострахования, говорит, третье количество. Статистика, это уникальный институт на сегодняшний день, который живет за наш счет, у них третье количество. И никто не знает сколько, и никто не знает, кто платит, кто не платит. А это доходы кассы. Это доходы кассы медстрахования, кассы сострахования. Это выплаты текущие, это текущие пенсионные выплаты и так далее. С этим надо наносить порядок. Этот вопрос мы не один раз поднимали. И не хочу повторять это, но позорили в парламенте руководителей этих ведомств. И они не могли ответить, в том числе и на официальные наши запросы, о том, какое же все-таки количество общее этих предприятий. К примеру, касса социального страхования говорит о том, что они принимают социальные платежи, выплаты в соцфонд. С 57 тысяч предприятий, юридических лиц, налоговая служба говорит, что у нас 387 тысяч. Вот 10, 20, 100 тысяч предприятий, допустим, погрежность, но не в 5-6 раз. А это деньги. Не надо придумывать что-то, нормальный учет должен быть. Это первый очень важный момент. Второй очень важный момент, что все-таки нужно вернуться к тому, чтобы та формула, которая бы исчисляла, не начисляла пенсии, она была более справедливой. Если вы вчера слышали, я думаю, многие зрители вчера слышали, когда премьер признал провал пенсионной системы. Он сказал очень четко, несколько раз пересматривал, чтобы убедиться в этом. Он признал, что пенсии маленькие. Он признал, что доходов, то есть пенсии пенсионерам недостаточно. Он признал, что те выплаты, которые были сделаны, обещаны им год назад, 40%, этого нету, а на уровне только 10%. А мы говорили это год назад, мы говорили об этом, что, ребята, вы увидите эффект, точнее отсутствие этого эффекта, и вы разочаруете людей. Так оно и случилось. И, естественно, он нашел причину. Он сказал о том, что во всем виновата формула расчета. Куда же вы смотрели год назад, когда мы говорили, что от перемены мест цифр результат другой не будет. И на сегодняшний день они нашли новый способ работы. Они сказали, что коллеги, мы будем изыскивать средства и будем повышать. Кстати, хотелось бы вот... То есть просто отделались обещанием, что... Опять же, да, очередное обещание. Вот валоризация, это было не слово, не реальное действие, наполненное конкретными результатами. Это было очередное обещание. Это было такое слово, вот пришли новенькое что-то. И пенсионеры, люди, которые живут на пенсию, им только остается, что надеяться. Особенно тех, кого нет детей, кому некому помогать. Это форма ответственности чиновника. Знаете, пообещать, допустим, повышение пенсии увеличить на 40%, а потом сказать, ну, извините, не получилось. И при этом никто не подает в отставку, никто не наказан, никто не пытается оправдаться таким вот образом, что да, вот даже смотрите, вот с этим хаосом учета. Ведь здесь просто, например, может зародиться и сомнение в том, что это не специально придуманная или не специально созданная ситуация, когда налоговики учитывают определенное количество юридических лиц в предприятии. Поступления совершают совершенно иные. Почему бы не проверить, кто недоплачивает, кто, может быть, ну, будем говорить, некачественный налогоплательщик. Либо, ну, не знаю, если предприятие не работает, то тогда, значит, и налоговым не должно отчитываться по вот этому предприятию, показывать, что есть какие-то отчисления. И вот, либо, наоборот, сделать все централизованно, облегчить жизнь предпринимателям все через одно окно, допустим, отчисления, которые дальше уже будут распределяться внутри этого окна куда-то. То есть, ну, я понимаю, что среда обитания под названием Республика Молдова равна непроста, как для простых бизнес-жителей Молдовы, так и для предпринимателей. Здесь, тем не менее, мы все имеем равное право на жизнь и хотим жить в своей стране, и хотим, понятно, что не выживать, а жить. И вот в этой ситуации правительство как-то отстранилось. Само по себе мы собираем, что можем собрать, а вы выживайте, как можете. В этом-то и дело, что когда они не знают, министры не знают о том, сколько у них на учете каких экономических агентов. Может быть, кто-то знает, может быть, действительно, мы можем только предполагать, что они это делают намеренно. Ну, хорошо, ты год сделал намеренно, ты можешь делать намеренно скрывать какие-то доходы, но в данном случае это фонд социального страхования. Увеличь его на энный миллиард леев, и у тебя будет возможность повысить социальные выплаты всем категориям населения. Поэтому здесь вопрос либо в непрофессионализме, либо просто не в желании и не умении... Правильно распределять ресурс. Это все дело, да. Предыдущий министр, который внедряло эту реформу, за которую хвалил и председатель Демпартии Похотнюк, и премьер-министр пока еще Филипп, значит, Григораш Стелла. Она же рассказывает, помните, то заседание парламента, когда она пришла с визуальной презентацией о том, как будет начисляться пенсия, о том, по шагам показывала в парламенте, это все было транслировалось в открытом эфире, рассказывала о том, как все будет хорошо, а в конце концов мы видим, что все плохо. Да более того, мы говорили о прозрачности, о доверии, будем говорить так, о доверии к пенсионной системе. У нас многие эксперты говорят о том, что люди возраста от 70-го года рождения имеют возможность негативную не получать пенсию, потому что денег элементарно не будет. Сегодня у нас уже два пенсионера на одного работающего человека. Количество работающих людей уменьшается. Это данные статистики, опять же. Люди не хотят входить в пенсионную систему, они ей не доверяют. Зачем, получая зарплату 3-4 тысячи леев, выплачивать? У тебя общий налог пенсионный и мед 38%, 23%, 9% и 6% у тебя этот налог, ты его должен платить, это и сотрудники предприятия платят. В любом случае, это деньги твои, ты их заработал. И в конце концов, ты мало того, что приходишь в больницу и не платишь только за кое-какое место и питание, которым тебя кормят, и за медицинскую услугу, но тебе дают рецепт, ты спускаешься и ты покупаешь лекарства. Не всегда, но в большинстве случаев, к сожалению, так. Зайдите в больницу РКБ, и вы это увидите. И это не только в РКБ, чтобы на меня не обижалось руководство РКБ. Не секрет, что это происходит. И вот заканчивая в этом моменте, мы говорили о том, что в парламенте будет калькулятор, он будет в режиме онлайн, он будет доступный любому гражданину, и он будет очень простой калькулятор подсчета пенсии, где ты вводишь данные, эти данные ты берешь, опять же, в свободном доступе, либо по запросу, и ты можешь сам посчитать ту пенсию, которую у тебя выходит по 10%. Зайдите на сайт КНАС, на территориальной кассе, там нет этого калькулятора, потому что они сами не знают. Я спрашивал ребят, вы год уже его делаете. Вы понимаете, вот у нас нет специалиста, который изготовит подобное информационное обеспечение. Я думаю, студенты политехнического университета помогут, если их просто попросить, и это будет курсовая, либо дипломная работа. Проблема в неумении руководить, проблема в нежелании. И когда люди приходят надолго и хотят действительно помочь тому народу, власть которой является, то они стараются думать наперед, они стараются стимулировать не только входить в систему, но при этом создавать рабочие места, откуда люди будут платить. А у нас на сегодняшний день с рабочими местами, опять же, ситуация очень сложная. Вот я буквально сегодня читал в Фейсбуке анализ Головатюка, это депутат тоже с нашей фракции, очень глубокий анализ его по зарплатам, очень известный специалист, уважаемый, не только в Молдове. И там речь идет о том, что, несмотря на декларируемые Филиппом, опять же, вчера, итоги за два года правительство назвучивает, 30% на 30% увеличение средней заработной платы. И он там очень четко показывает, какие категории получили эти 30%. Это госслужащие, не все, но большинство. Это айтишники, это банковский сектор, это депутаты, министры и так далее. То есть это те люди, у которых зарплата и так выше среднего. А рядовой гражданин, педагог, врач, сельхозработник, работник культуры, социальные ассистенты, я вообще считаю, это максимально обиженная категория. Тружеников, которые работают в очень сложных условиях за мизерную заработную плату, 2500 лев, 3000 лев. И у этих людей последних, у них нет этой заработной платы, о которой говорится, в 5800 лев. И еще, посмотрите, очень важна ситуация какая. Когда нам говорят 5800 лев, это последний месяц, средняя заработная плата, казалось бы, но это заработная плата не во всех сферах, это те, кто реально, в реальном секторе экономики. А ведь многие у нас на базаре люди работают, ботенщики и так далее, они не учтяты, они не входят в эту категорию получателей. А 5800 лев, это грязная зарплата, без вычета налогов. Отсюда надо учесть минус 23%, который платит работодатель, минус 6% в социальный фонд, минус 6%, который мы с вами платим в социальный фонд, минус 9%, по 4,5% работодателей предприятий, в фонд медстрахования. И какая у нас получается зарплата? Меньше 4000 лев. Я так думаю, что не менее острая проблема существует и не менее будут даже острые трудности и у пенсионеров-инвалидов. Ведь как там обстоят дела? Насколько они находятся в фокусе внимания правительства, охвачены и социальной помощью, и возможности повышения их жизнеобеспечения? Инвалидов на сегодняшней стране, согласно данным статистики, это официальный орган учета граждан и всех процессов, 133 тысячи, около 133 тысяч. Много или мало? Наверное, много на такую маленькую страну людей, которые далеко не все из них могут работать. По данным статистики, только 14% из общего количества, из этих 133 тысяч, их условно, могут работать, то есть они в состоянии. Зависите от степени их инвалидности, от степени ограничения возможностей. В то время как обычные пенсионеры, не инвалиды, их около 24%, там каждый четвертый работающий, мы можем посмотреть школы и медучреждения, где у нас до 30% людей работает пенсионного возраста, и если они уйдут, это будет катастрофа в этих направлениях. Так вот, что касается инвалидов. Во-первых, у них, опять же, возьмем по обещаниям Филиппа Игоря Гараш, на тот момент еще министр соцзащиты, говорили о том, что будет увеличение минимум на 21%, 39% для инвалидов. 39% — это большая сумма на самом деле. Если бы сделали хотя бы половину из этого, уже было бы хорошо. В реальности мы что имеем? У нас увеличение в реальности произошло на 60 или 70 лей. В процентах не могу сказать, но в цифрах 60 или 70 лей. Давайте мы посчитаем. Проиндексировали, называют это увеличением. Я еще раз хочу сказать, что индексация — это не увеличение, это просто какая-то небольшая надбавка за тот рост цен и уровень инфляции, который у нас в стране стоит. Более того, та индексация, которая идет сейчас пенсионерам, согласно их ноу-хау, как они говорят, она не учитывает индекс потребительских цен, то есть рост, реальный рост цен, она учитывает только инфляцию. Инфляция в 2017 году на уровне 7,3%, 7,1 или 7,3% составляет. Точно сейчас цифру вам не скажу, одно из этих двух значений. Дальше. Это уже не 6,8, у нас была индексация 6,8 пенсии. У нас рост цен на уровне 7,6%. Реальный рост цен с регистрированной статистикой. Хотя мы знаем, что статистика учитывает огромный список товаров и услуг, а пенсионеры у нас не пользуются даже четвертью этого списка, потому что он просто им не нужен. Продукты самого необходимого назначения, самые необходимые продукты, они, как правило, дорожают быстрее всех. Так вот, 7% инфляции, 7,5% у нас рост цен, реальный рост цен. Минимум 15% нужно индексировать пенсионерам, зарплаты, социальные выплаты и инвалидам. Этого нету, было на 6,8%. Вы понимаете, что это обман, настоящий обман. Ведь, да, в деньгах может быть это и больше, если он раньше получал 1300, сейчас 1500 леев. Количество денег это больше, но количество продуктов и услуг, которые пенсионер может купить на эти деньги, оно значительно меньше, чем на те же 1300 леев. Если сегодня он получает 1500, а в прошлом году получал 1300. И это проблема. Дальше, большая проблема с инвалидами. Опять же, мало того, что они получают 1000 леев среднее, это я сейчас сказал, и я уверен, что ваши телезрители, опять же, будут говорить, откуда у меня 600-800. Это среднее, потому что есть те, кто получает 1500 лей, и 1800 лей. Возьмем 1000 лей среднее. Дальше. Есть другая проблема. Проблема в том, что в ТЭКе на сегодняшний день, опять же, по неофициальной информации, и самое главное, мы возьмем, специально взял с собой цифры, чтобы не ошибиться. Количество инвалидов последние три года, оно уменьшается. Потому как задача какая стоит у правительства? Уменьшить количество инвалидов, за счет этого сократить социальные выплаты. И в ТЭКе, как та структура, которая определяет степень ограничения возможностей, они, как правило, выводят, те, кто инвалид, второй группы выводят. Иначе, первая группа, не всегда. Бывает такое, что не продлевает степень инвалидности. Ко мне в понедельник на прием пришла женщина. Отзывает эту инвалидность. Отзывает, да. Пришла женщина и говорит, вот понимаете, нас заставляет пойти опять пройти в ТЭК. А вот 10 лет ребенок инвалид. Он инвалид детства там. Явно, без медицинского обследования, визуально видно, что он не может быть инвалидом третьей степени. И вот такая ситуация очень частая в последнее время. Разговаривая с рядовыми работниками в ТЭКов, они об этом не хотя говорят. Некоторые боятся. Да, у нас такая ситуация. А сколько дел, которые не рассматриваются, на полочке лежат. Просто на полочке они лежат где-то там. И все. И пока гражданин уже не напишет депутату, они не будут двигаться. Потому что у них такая задача. Либо другой момент очень важный. Опять же, это касается инвалидов первого. Потому что они меньше всего получают денег. Еще раз повторюсь. Ликвидация местных фондов социальной поддержки населения. Они ликвидированы с 1 января 2007 года. То есть с 1 января 2018 года. То есть с 1 января они не работают. Они их ликвидировали. Ничего не создали нового. А мы знаем, что кто обращался в этот фонд. Инвалиды. Пенсионеры. Самые малоимущие. И чем они аргументируют? Есть счетная палата, которая заявила о том, что в результате проверки о том, что 80% этих денег расходуется на лечение. Так коллеги, зачем обвинять инвалида в том, что он эти деньги берет на лечение, если он инвалид. И они ему необходимы. Это элементарно. Тем более мы знаем, что такое полис мест страхования. Это очень спорное что-то. Придумало бы правительство. Ведь столько есть возможностей, связанных с тем, чтобы не выдавать наличие, а сделать какую-то карточку, где было бы понятно и расходы человека, на что идут. И каким-то образом, может быть, безналичным расчетом бы урегулировали взаимоотношения с теми или иными экономическими агентами, чьими услугами воспользовались эти граждане. Но это уже из области фантастии. Мне кажется, для нашей молдавской жизни. Но я вот что хочу сказать. В нашу редакцию поступает достаточно много звонков от людей пенсионного возраста, которые говорят о том, что пенсионеров, вышедших на пенсию с 1 января 1999 года, правительство вообще даже не видит. То есть их пенсии не пересматриваются. Получается, что получаешь пенсию, назначенную в тот период, и все. А ведь и они раньше выплачивали и социальные выплаты, то есть их зарплат пополнялся бюджет государства. Почему правительство идет таким путем, и как можно этим людям помочь? Действительно, что касается пенсионеров до 1999 года, ситуация страшная. Это катастрофа. Этих людей мало того, что никто не видит, их слышать не хотят. Те, кто еще живой, ну давайте возраст какой у нас, это люди 80 лет и старше. Это люди, которые также выплачивали взносы, также работали на эту страну, и это трудолюбивые люди, мы знаем, что такое советская закалка, есть выражение. Это люди оттуда, и это наши бабушки. Вот моя бабушка тоже вышла на пенсию до 1999 года. Та же проблема, хотя имеет несколько орденов, она сотрудник аграрного сектора. Но ситуацию исправить невозможно. Почему? Опять же, в этой системе, когда говорили о том, что улучшат жизнь населения, мы говорили, коллеги, посмотрите, пенсионеры до 1999 года, они не учтены, их нет у вас. Некоторые депутаты мне из парламентского общества говорили, ну что ж, уже же будет так. Я говорю, ну как так? Я говорю, это в том числе ваши родители. Я говорю, это 80 тысяч человек. Они живые, они живут, они хотят, чтобы... Они их заботились, и эта категория населения полностью просто стерта для них. Из памяти правительства они стараются не обращать внимания. Когда им говоришь, они, видимо, и уши закрывают. С другой стороны, есть законопроект президента Игоря Николаевича Додона по этому поводу, о том, чтобы более справедливо начислять и увеличение именно этой категории населения пенсии. Потому что во встречах, когда он выезжает району, по понедельникам на приемах, об этом говорят, и нам об этом говорят. Люди приходят и жалуются, говорят, ну, и хорошо, да, я не работал в современной Молдове, но я же ее строил, говорит, я же создавал. Приходит ко мне пенсионер и говорит, вы знаете, я был строителем этого здания, где сейчас сидит правительство, а у меня пенсия в 962 леи. Нет ничего святого. Дальше. Что касается, каким образом решить эту проблему с пенсионерами до 99-го года, на них не нужно не обращать внимания. Нужно элементарно попытаться повысить им пенсию хотя бы до прожиточного минимума. Вообще, ни в одном государстве не существует такое выражение, как минимальная потребительская корзина. Существует выражение потребительская корзина, а у нас такое впечатление, чтобы не умереть, минимально. То есть, вот тебе вот кусочек хлеба и все. Такого нету. Это ненормально. Нужно подходить к вопросу с точки зрения планирования. Мы понимаем, для того, чтобы всем сразу дать ту пенсию, которую они хотят, или даже ту же пенсию, которая была бы на уровне прожиточного минимума 1800 лет, как вы сказали, необходимы финансы. Но мы за последние 5-6 лет не увидели четкого плана действий, к тому, чтобы прийти к этому. Хорошо, нет денег в этом году. Давайте распланируем. В течение 4-х лет пошагово придем к этой цифре. Но этого же нет. Вы знаете, в этом году, 1 апреля, будут говорить о повышении, так называемом. Это будет очередная индексация. Еще меньше, чем в прошлом году. Было 6,8%, в этом году 6,4% будет. Потому как правительство, состатистикой посчитали, что лучше жилось в прошлом году. То есть, инфляция не такая была. Инфляция не такая, да, то есть, продукты питания. Рост цен не было, было все хорошо, у них люди стали жить лучше, и поэтому можно им проиндексировать меньше. Мне кажется, это все можно назвать одним словом дискриминацией. Дискриминация своих бывших рабочих, дискриминация сегодняшних пенсионеров. и она проявляется практически во всех вещах или во всех действиях, связанных с пенсионной реформой. Даже вот один пример, который я хотел бы сейчас привести, дискриминация работающих пенсионеров в праве на перерасчет пенсии. Получается, закон предусматривает право на перерасчет пенсии для работающего пенсионера раз в два года. А нужно ли это делать? Ведь пенсионер не от хорошей жизни идет работать. Ведь он понимает, что, допустим, у каждого своя жизненная ситуация. В семье есть люди, которым еще надо помочь. Кто-то учится, кто-то только начинает свой жизненный путь. Внуки. И понятно, что нужно снимать, так сказать, шляпу перед человеком, который, ну, дает государство право на отдых. Нет, он идет работать, он пытается быть полезными семье и обществу. И, тем не менее, пересчитываем, начинаем что-то там секвестировать в его, ну, не знаю, пенсию назвать доходом на выкаченство. Это сложно, потому что это... В любом случае, знаете, государство, правительство, точнее, выплачивает на пенсии гражданину меньше денег, чем та сумма, которую он выплатил в кассу сострахования на протяжении своей трудовой деятельности во всей жизни. Мы все об этом прекрасно знаем. Что касается... Государство обворовывает своих граждан. Я не знаю, как бы другое назвать. это будет правдой, потому что мы все время обходим эти... Стараемся быть более дипломатичными, чтобы выглядеть лучше, но будем говорить, как говорят люди. Просто воровывают и делают это законно, голосуют за эти законы и преподносят это как какое-то благо для граждан. Очень важный вопрос перерасчета пенсии работающему пенсионеру. Еще до 2016 года наша фракция говорила о том, что необходимо вести подобную практику, что люди, которые работают после выхода на пенсию, это очень правильно сказали, разные жизненные ситуации, но в основном это элементарная ситуация, не хватает денег на продукты питания, на коммунальные услуги. Это обычно. Пенсионеры сейчас смотрят, я уверен, что это откликнется, отрезонирует это здесь. Это первое. Второе. Да, есть пенсионеры, которые хотят работать. Он еще полный волшебных сил. Пусть он вкладывается, пусть он приносит пользу национальной экономике, стране, пусть приносит пользу. Вы же сами упомянули учителей. Учителей, да. Если уйдут учителя этого возраста и школ, то кто придет? Кто придет? Тем более, многие учителя еще советской закалки или воспитаны на советских принципах, они так относятся. У них ответственность, у них чувство патриотизма. Они считают это родным. У них здесь корни врослось. Есть много медиков, которые работают. Мы видим профессора. Это люди, которые к пенсионному возрасту где-то даже и раскрываются. У них есть потенциал. Почему бы не работать? И это очень правильно. И большое спасибо им за то, что они на сегодняшний день, когда медиков не хватает, они не уходят. Они стараются принести пользу. Но основная масса это люди нуждающиеся. Как уже говорил раньше, каждый четвертый пенсионер. Мы говорили о том, что необходимо пересчитать эти годы работающих. Да, по-разному каждый работал. Кто-то год, кто-то да, кто-то три. У меня на прием пришла женщина 22 года отработала, но она еще такой живчик, она еще бегает и спрашивает, а вот когда будет мне перерасчет? И я ей говорю правду, что перерасчета не будет. Потому что вот так вот решили наши правители. Сегодняшние власти. Но мы говорили о том, что право на перерасчет пенсии должно быть у всех. Пусть один раз. В законе прописано сейчас раз в два года. Пусть тем, кто уже пенсионер на сегодняшний раз, не будем мы считать, если он проработал 10 лет, то 5 раз. Один раз пересчитаем, и то это будет существенно. Что они сделали? Они решили пойти на хитрость. Эта норма действует только для тех, кто выходит на пенсию с 1 января 2017 года. Тех, кто вышел и продолжает выходить на пенсию. При условии, что у него будут два года рабочего стажа для перерасчета пенсии. Все. Те, кто работает сегодня, пенсионеры, вышедшие полтора года назад, до 1 января 2017 года, их эта норма не касается. Им не будут делать этот перерасчет. Это тоже надо знать, потому что депутаты из правоаминского большинства, министры, функционеры, они лукавят в этом вопросе. Говорят, что вам будет. Тогда бы не отчисляли бы с их зарплат, которых они сейчас получают, осталось на работе. Он отчисляет эти деньги, он платит эти налоги. Почему ему не должны пересчитать? Это справедливо. По этому поводу мы, фракция партии социалистов, подали обращение к конституционному суду. Это было еще весной. Именно по этому пункту. В том числе по пункту, вот то, что я говорил ранее, что сейчас при индексации пенсии не учитывается индекс потребительских цен. А это все-таки очень существенно для пенсионеров, это существенно для любого человека, а для этой категории особо. Конституционный суд даже не захотел рассматривать, а не отвергли, не приняли к рассмотрению. Я читал несколько раз мотивацию, мотивационную часть этого решения. И они говорят о том, что в данном случае правительство может поступать в этом вопросе так, как оно считает нужным. Что мы привели конкретные статьи Конституции. Во всем мире такая практика. Это нормально, когда работающий пенсионер ему пересчитывают пенсию, даже если это было, если он не вышел на пенсию сейчас. Они что сделали? Они ввели это, они же рассказывали о том, что вы все будете перерасчитаны. Мы сделали в 33 статье пункт 1, сноску, что эта статья вступает в силу с 1 января 2017 года. А после этого заставили оправдываться кассы территориального социального страхования на местах, которые это все дело объясняют. При всем при этом, с другой стороны, будем смотреть, у нас есть судьи. Не то, что я не люблю эту категорию населения. Нет, это люди необходимые, это многие уважаемые люди, они делают свое дело, делают его, как это уже граждане будут оценивать. Они так же работают, как и другие работают. Но при этом, коллеги, давайте мы будем принцип, логику вещей соблюдать для всех. В судье, опять же, в 2017 году Конституционный суд принимает решение о том, что начисление судем Конституционного суда будет на уровне 55% плюс еще определенный процент за каждый год выслуги в деятельности. Там выходит порядка 75-80%. А зарплата судей... То есть зарплата судей, она же несоизмерима, зарплата и даже метика. Это никуда не годится. Вот, пожалуйста, два подхода к обращению в Конституционные суды. С одной стороны, Конституционный суд для себя любимых принимает подобные решения, а с другой стороны, для каждого четвертого пенсионера, если учесть, что у нас сегодня 500-716 тысяч всего и 533 тысячи вместе с инвалидами, и 533 тысячи... Вот у меня записано сегодня статистику, опять взял, чтобы не быть голословным. Это пенсионеров. То есть из них каждый четвертый это порядка 200 тысяч, даже больше, чем каждый четвертый, потому что это только те данные, которые оперируют кассы. А на самом деле, что там происходит, кто работает неофициально, мы же не знаем, что это происходит там. Порядка 200 тысяч пенсионеров это люди работающие. Для нескольких десятков есть, а для 200 тысяч нет. Вы знаете, вот под занавес нашей с вами беседы, что вспомнилось. Когда завершались последние годы Советского Союза и в обществе достаточно оживленно, активно, ну не было, наверное, ни одного человека, который не обсуждал, как жить будем дальше, что нам принесет ветер демократических перемен, как изменится наша жизнь. И вот одними из самых часто употребляемых аргументов в пользу новой демократии, демократической жизни приводился пример европейских пенсионеров. Вот посмотрите, как на Западе пенсионеры получают огромные пенсии и могут позволить себе путешествовать, помогать своим внукам, покупать жилплощадь, ну в общем-то могут позволить себе хорошее медицинское обслуживание, хорошее питание, то есть наслаждаться всем тем, что было, видимо, недоступно в период, когда учились, работали, ну много вкладывали в свое будущее. Ну и в общем-то, наверное, тогда всем нам мечталось о подобном. Но спустя 25 лет вот очень хотелось бы задать вопрос нашим зрителям, которые тогда были таким, ну вот, достаточно молодым человеком, вот сегодня уже пенсионерам. Осуществилась ли эта мечта? Стало ли это реальностью? И что по сути, чем по сути стали эти годы независимости? Я не говорю о том, что надо как-то срочно вернуться назад, невозможно, но как-то хотелось бы, чтобы при жизни того поколения, еще которое только на поступах к пенсионному возрасту, ситуация изменилась таким образом, чтобы было неунизительно получать эту пенсию, неунизительно жить в собственной стране. И вот здесь, вот меня ответа нет, как это сделать. Ну, кроме как пойти на выборы и проголосовать против тех, кто довел эту страну до этого. Вы знаете, мне кажется, здесь больше человеческий момент, человеческие отношения, ведь отношение к пенсионеру это отношение к своему родителям. Потому что наши родители когда-то придут к тому, что они будут пенсионерами, и тогда мы столкнемся с тем, что необходимо им помогать вследствие того, что у них либо маленькая пенсия. И в этом виноват кто? Наш родитель, наши бабушки и дедушки, солидный наш возраст, либо мы сами. Конечно, мы сами. Почему? Потому что сидя во власти, в парламенте, в случае парламентского большинства, в госструктурах, в правительстве, эти люди не думают о том, что когда-то придет этот момент. Да, хорошо, они наворовали. Они, будем говорить, так заработали, как это сейчас принято. Они обеспечили себе беспятную старость, детям и своих родителей они обеспечивают тоже хорошо. Но это же несколько десятков, сотен человек. Это же не 533 тысячи пенсионеров, плюс 133 тысячи инвалидов. Это другой вопрос. Дальше. Очень важный момент. Вот мы не поговорили о решениях, если можно, буквально два слова. Есть минута. Есть проблемы финансового недостатка в стране. Это все признают. Но опять же, уважаемые коллеги, давайте мы придем к тому, что разработаем план по повышению, реальному повышению пенсии и выплат. Если мы говорим о том, что 1800 леев у нас прожиточный минимум нужно, то мы должны подойти к этой цифре. Если мы не можем в этом году подойти, давайте разработаем план. Два, три, четыре года, пять лет, но мы подойдем к этому, мы покажем, что мы реально действуем. Наведем порядок в учете, наведем порядок в хаосе, который творится в управлении государством. В конце концов, перейдем в экономическую часть, чтобы люди захотели приходить в пенсионную, в кассу социального страхования, говорили, я хочу приносить вам выплаты, хочу отчислять, потому что я хочу получать пенсию достойную, лучше, когда я стану. Я думаю, что люди не мотивированы. Абсолютно, этого нету. И украдут эти деньги. Конечно, украдут эти деньги. И после этого либо получат, опять же, льготники, пенсионеры, как я их называю. Этого не будет. Поэтому здесь вопрос один. Либо вы показываете, что вы работаете, ну, восемь лет, ни о чем, никуда. Если будем сравнивать доходы, которые были девять лет назад, и возможность купить на эти доходы продукты, услуги, и то, что сегодня происходит, это две пропасти. Курсы валют и так далее. Но это тема немножко другого разговора. Но в целом, элементарный человеческий подход. Все министры из социального блока, которые у нас до этого были, вы посмотрите, чем каждый занимался. Каждый пытался решить какие-то вопросы. О людях никто не думал. Владимир, спасибо вам за этот разговор. Я понимаю, что ответов, больших ответов практических мы нашим зрителям сегодня не дали. Но дело в том, что во всяком случае надежда есть, что ситуация в развитии, и мы сумеем преодолеть вот этот кризис. И если уже будем говорить в этой студии о пенсионной реформе, будем говорить о реальной пенсионной реформе, которая будет внедряться, которая будет, знаете, выглядеть как протянутая рука, как протянутая рука пенсионеру, а не как вот отвернувшийся чиновника от человека, который нуждается в его помощи. Потому что, хотя, сами понимаем, ведь чиновник, это гражданин, призванный выполнять функции, главная цель которых облегчить существование гражданина в той или иной стране. У нас, как раз, мне кажется, наоборот. У нас молдавский чиновник делает все возможное, чтобы можно, чтобы было очень трудно здесь жить. И вот изменить эту ментальность, наверное, тоже один из главных. вопросов. Спасибо за этот разговор. Будем вас с удовольствием ждать в нашей студии и будем приглашать. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент», и у нас в гостях был депутат парламента от партии социалистов Владимир Односталкан. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова